С собой, ну, то есть, как можно сказать, с ума, от того, насколько ты просто, ну, по-русски, невиберный, я так от себя с ума сходить, это, ну, иначе можно просто потерять границы разумного, ну, это моя личная позиция, я так считаю, что, ну, как-то нужно держать связь с нормальным миром и с нормальным вообще восприятием жизни, что он не крутится вокруг тебя, там, и так далее, вот. Ну, навигатор мне очень нравится сейчас. Как перестать бояться петь при людях? Для публики. Только путем опыта. Делать это чаще. Я могу сказать, что первый раз в жизни, когда я вышла на сцену, я помню, я училась в музыкальной школе, у нас был какой-то отчетный концерт, и мне нужно было, я должна была выйти и спеть, по-моему, я пела хорал Баха. Это достаточно высоко, и я настолько сильно испугалась сцена людей, я не знаю даже чего больше, у меня начались трястись коленки, причем ужас был в том, что у меня платье было выше колен чуть-чуть, и видно было, трястся моя нога, и мне было так себя жалко. Я понимаю, что людям, ну, то есть, мне стыдно перед людьми, я понимаю, что им тоже уже неудобно передо мной, когда сказать, девочка, да иди ты уже, ну, в общем, такое. И я еще и спела ужасно, спела на терцию ниже зачем-то, ну, короче, это был провал, но это просто опыт. Вот нужно сначала очень страшно, потом чуть-чуть меньше, потом еще, потом еще, потом ты начнешь трюфовать, и потом ты поймешь, что все, все супер. Короче, просто делать. В таком искреннем инструменте ты умеешь играть. Я не говорю, я умею играть на пианино, потому что то, как люди играют, это не, ну, как бы я уже, у меня нет такого сейчас левела, потому что, нет, только нет, я мало практикуюсь, я одиноких, ну, для себя там.